Истец требует компенсации вреда здоровью и морального вреда. Ответчик иск не признает. Заявляет, что никакого вреда не причинял. Слушаем вас, истец. Ваша честь, у меня в семье случилась трагедия. Просто ужасный кошмар. К меня ушел муж, потому что этот придурок наговорил моему ребенку о том, что он его родной отец. Выражение немножко контролируете, ладно? У меня просто слов нет вообще. Ну вот слов нет, но вы контролируете, вы в суде находитесь. Можно было додуматься вообще до такого, сказать маленькому ребенку такое. Дело в том... Начните сначала, пожалуйста, а то я ваши возгласы просто не понимаю. Дело в том, что мой ребенок все летние каникулы провел у бабушки в Горно-Алтайске. Там хорошая природа, свежий воздух. Он был очень доволен, счастлив. Звонил мне, присылал фотографии. А потом он приезжает с каникул и говорит моему мужу, своему отцу, мол, у меня теперь два папы, так классно! Мой муж, конечно, в шоке просто. В смысле, два папы? Конечно, заинтересовался этой историей. Главное, он не мне сказал, а сразу мужу. То есть он его подговорил, наверное. Он разозлился, у него сложная работа, очень нервная. Никто никого не подговаривал, а муж хотя бы вспомнил, что у него есть сын, да? Отвечусь, отвечусь. Слушай, тебе вообще не надо было лезть. Я, естественно, разъясняю правила поведения в суде. Вы здесь говорите только с моего разрешения. И если вы начинаете здесь вступать в базар и говорить без моего разрешения, то я могу сделать замечание, оштрафовать и удалить. Понятно? Слушаю вас. У мужа нервная работа, очень сложно. Он и так пришел весь на эмоциях. Конечно, он устроил скандал, накричал на меня. Все это на глазах у ребенка. А Сенечка, он такой мальчик, он чувствительный очень. У него случился нервный срыв. Мы сейчас проходим лечение, уже потратили 75 тысяч, и при том, что муж ушел, то есть ему даже все равно, что есть тест на отцовство ДНК, доказано, что это его ребенок, но он не хочет вообще... Вашего мужа. Да, это ребенок, конечно, это ребенок моего мужа. Я его в браке родила от него, и он вообще ничего слышать не хочет. То есть я осталась одна с ребенком теперь, с больным, и все время к неврологу ходим. И мне нужна компенсация. 75 тысяч за лечение. 75 тысяч? Это на что вы потратили? Мы потратили на невропатолога 75 тысяч, потому что Сенечка начал заикаться после этой всей истории. А почему платно? Что? Почему платно? Почему в поликлинику не пошли? Ну, потому что в поликлиниках же не лечат, а калечат. Там вот они сами не договаривают ничего. Давайте документы. Через пристав. И 200 тысяч я хочу компенсацию себе морального вреда, потому что то, что я пережила, это не пожелать врагу. Это просто ад, это кошмар. Он просто мне жизнь сломал этот идиот. Просто со своими фантазиями ванильными. Я вообще не представляю, как можно было додуматься до такого. Просто ты зачем приставал к моему ребенку? Ты зачем подходил вообще к нему? Я сказала еще раз, базар здесь не устраивайте. Ну, короче, как было дело-то? Почему он вдруг ему рассказал, что он его папа? Оказывается, то, что он с ним все лето гулял. Я об этом даже не знала. То есть мне ни ребенок не сказал, ни мама мне не сказали. Он играл с ним в футбол, показывал ему город, что-то... Я даже не в курсе была этой ситуации. А потом он сказал ему, что он его родной отец. Ваша честь, ну вы видите, да, как им интересен их ребенок? Они за все лето не узнали. Ни что он делал, ни с кем он был. Ты роди своих сначала, а потом суди. Давайте теперь вас послушаем, потому что это, конечно, загадочная история. Я иск не принимаю ни по одному из пунктов. То есть вы сказали ребенку, что вы его отец? Это было на эмоциях, сейчас объясню. Я ни на Сеню не кричал, ни на Галю не кричал. Заикаться Сеня не за меня начал, а из-за мужа твоего. Так, подожди, за кого начал заикаться ребенок, неважно. Я спрашиваю, вы сказали ребенку, что вы его отец? Он спросил. Я на эмоциях ответил. Я объясню, как было дело. Да, мы все время жили на одной лестничной клетке. Да, даже собирались жениться в последнем классе. Потом она вышла замуж за этого мужа своего. Уехала в Екатеринбург, там, ну, большой город, деньги, возможности. Потом вернулась, через какое-то время, ну, у нас была связь. Это было сто лет назад. Восемь лет назад это было не сто. Да давайте везде кричать про нашу связь теперь. Я могу продолжить. Потом я тоже женился, шесть лет прожил с женой, развелся и вернулся, ну, в мамину квартиру рядом по соседству с ее мамой. Ну, и тут приезжает Сеня. Я смотрю на него, похож очень на меня. Я его спрашиваю, когда у него день рождения. Ну, и с Гальной мамой поговорил. И так получилось, ну, как будто совпадает вот по времени с нашей последней связи. Я и подумал, что он мой сын. Я решил с ним, ну, познакомиться поближе, подружиться. Места ему показывал наши. На машине катал, гулял, рассказывал. Короче, ну, просто подружиться решил с парнем. Уделял ему время. Он мне рассказывал, что у него отец, как что он не скажет, он к нему все время отстань от времени, отстань от времени. Ему кажется, его слова, Сенины слова. У тебя своя семья развалилась? Ты решил все семьи поразваливать просто. Я говорю, что ему кажется, что его отец не его, а под конец лета он вообще меня спрашивает. Говорит, Петя, ты мой папа? Ну, я на эмоциях взял и ляпнул. Да. Ну, я не собирался развалить ничью семью. Ваша честь, я здесь, в суде, при всех, готов. Я подготовился. Я готов воспитывать Сеню. Я тебе предлагаю, выходи за меня замуж. Ты идиот, ты больной. Я готов жениться, я хочу воспитывать Сеню. Пускай он биологический, там, немой ребенок. Он ненормальный. Ну, по душе-то он мне родной. Ну, почему ненормальный? Он делает вам предложение. Выходи за меня замуж. Ты идиот, у меня муж, у меня дети. Ребенок, больной теперь ребенок из-за тебя, дебил. Нет, подождите, не надо здесь ругаться, а поведение его, считаю, благородным, он разрушил вашу семью, он делает вам предложение. Что ж тут такого? Ваш муж, может, еще отойдет, он все-таки, ребенок-то его... Да не нужен ему ребенок, ваше честь. До этого не был нужен. Сеня и так и сказал, говорит, мне кажется, что он не мой папа, он за все лето, говорит, за два месяца, за два с половиной, там, не спросил, не позвонил никак, он, ничто у него. Ну, тем не менее... Она, понятно, продалась, она, понятно, продалась за деньги, но там ни людей, семьи нет, понимаете? А ребенку что нужно? Внимание, ребенку... Ну, он, тем не менее, отец. Отец это установлено. Отец молодец, я понимаю, прекрасно. Он с вами разводится сейчас? Он ушел, он ушел, я не знаю, что происходит. Ну, за него я, конечно же, не пойду замуж, это все не для того, чтобы что-то там не нужно, чтобы он выплатил мне компенсацию, мой муж успокоится, конечно, мы останемся жить в семье. У нас семья, пускай кому-то может не нравиться, но у нас семья, у нас общий ребенок, и этот вообще, он не в себе, он больной просто. Да, ваша честь, ну не нужна твоему семья, не нужен ему ребенок. И, ну, если за 8 лет он не уделял сыну внимания ни на секундочку. Ну, вы со слов ребенка все говорите, а ребенок... Он мачек впечатлительный, понимаешь, мачек впечатлительный, ты... Я еще раз говорю, я готов выплатить, и больше выплатить. Я как раз на работу устроился, но если мы будем настоящей семьей, потому что Сеня, если мне и не по крови родной, то по душе точно родной человечек. Ну, и у него манера разговаривать такая же, как у меня. Он похож на меня. Но он не ваш сын, не ваш. Вот есть результат ДНК-экспертизы. Он сын своего законного отца. Ну, понимаете, я могу ему дать то, чего ему не хватает. Внимание, любовь. Возьми с детского дома, ты что, пристал к моему ребенку? Ты вообще, ты в себе? А доход у вас какой? Ну, около 50 тысяч в месяц. Понятно. Ты себя с трудом содержишь? Какая семья? Нормально я себя содержу. Я еще раз, разрешите ваш честь. Выходи за меня замуж. Нет, нет, не подходи ко мне. Ну, что вы здесь цирк устраиваете, ей-богу? Это суд, а не ЗАГС. У вас свои дети-то есть? Нет, своих нет. Своих детей у вас нет. Поэтому вы привязались к ребенку и вот так вмешались в частную жизнь. Понятно. Понятно. Ему нельзя детей. У нас с Сеней связь возникла. Какая связь? Даже он может подтвердить, что я могу быть хорошим отцом. Ну, вы можете быть кому угодно хорошим отцом, но он не ваш сын. Не ваш сын. У него есть свой отец. Вы не его отец. Вы как-то все-таки, по-моему, вы имеете какие-то иллюзии по этому поводу. Не знаю, какой там отец с садистскими наклонностями, а вы за которых ребенок сейчас заикается. Есть масса женщин, которые будут... Он заикается, потому что ты разрушил его семью. Замолчите оба. Есть масса женщин, которые с удовольствием будут за вас замуж и дадут вам возможность воспитывать своих уже имеющихся детей или заведут от вас детей. Раз у вас такие нерастраченные отцовские чувства. Но это не ваш сын. Не ваш. Суд удаляется для вынесения решений. Слава Богу, ты как вообще... Ты как вообще додумался до этого? У тебя в порядке с головой? Ты, может, куришь что-то? В порядке у меня все с головой. Далее в программе. А вот этого мне никто не говорил. Шаник собирается у дочерей. А вы не спрашивали? У нас разговор шел о том, нам надо оформить опеку на полгода. Все. Женщина вышла замуж за арендатора квартир. Но время она проводит не с молодым мужем, а с его малолетними детьми. Куда делся мужчина и откуда взялись малыши? Я не знаю, как это такое. Что не знаю? Я тебе клянусь, я не знала. Как это вообще может быть? Я не помню. Замужняя женщина утверждает, что бывший однокурсник – отец ее ребенка. Неужели жена сделала из мужа рогоносца? Или бесплодный мужчина на самом деле стал папой? Иск Сорокиной Галины Сергеевны о компенсации вреда здоровью в размере 75 тысяч рублей. Компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Удовлетворить частично. Взыскать соответствующих компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. В остальной части иска отказать. Прошу садиться. В соответствии с статьей 1085-й, при причинении гражданину вреда его здоровью, возмещению подлежат масса вещей. Расходы на лечение, на дополнительное питание, на лекарства, на посторонний уход и так далее. На приобретение специальных транспортных средств. Ну, масса, целый перечень по этому поводу имеется. Но это только в том случае, если он не может получить бесплатно эти деньги. И это лечение. Он не может получить бесплатно. В данном случае установлено, что ребенок лечился платно просто потому, что так решила его мама. Ну, тогда в этой части иска, конечно, отказано. Кроме того, нет, я вообще сомневаюсь, это причинение вреда здоровью вызвано вашим конфликтом с мужем. Поэтому причины следственной связи здесь между действиями ответчика и вашего ребенка я не усматриваю. Что касается морального вреда. То, как разъясняется в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации номер 10, под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями, посягающими на принадлежащие гражданину от рождения, лишь в силу закона нематериальные блага. Жизнь, здоровье, достоинство личности, деловой репутации, неприкосновенность частной жизни. Личная, семейная тайна. Вот это положение, вот эти материальные блага, нематериальные блага, такие, как неприкосновенность частной жизни, личная, семейная тайна, ответчик нарушил. И поэтому моральный вред я с него взыскиваю. Ну, конечно, определяя размер морального вреда, я руководствуюсь принципами разумности и справедливости, учитывая его доходы и... Ну, в общем, все-таки, делая скидку на то, что он реально мог иметь возможность подумать, что это его ребенок, я взыскиваю это в сумме 50 тысяч рублей. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я, конечно, не думала то, что какие-то прошлые отношения могут испортить человеку жизнь. Получается, что из-за действий Петра у меня распалась семья, и ребенок остался без отца. Деньги, конечно, ей отдам, и ничего семье разрушать не собирался. Очень жаль, что с Сеней я не смогу больше увидеться, и точно знаю, что ему не такой отец нужен, на близкий и хороший друг. Пока папы пьют пиво и смотрят футбол... Когда мы жили в браке 6 лет, он постоянно бухал. И занималась ребенком только я. Пока мамы сходят с ума в поисках женского счастья... У меня первый секретарь обкома любовником был. Представляете, ваша честь? Нет, не представляю. Не вижу в этом никакого предмета гордости. Судья Алиса Турова каждый день без устали решает проблемы детей. Никто о детях не подумал, только о своих амбициях. Я хочу как лучше своему сыну. Вы хотите как лучше вам. Заявитель оспаривает решение органа опеки об отказе в назначении опекуном. Орган опеки и попечительства в лице представителя просит оставить заявление без удовлетворения. Слушаем, истца. Здравствуйте, уважаемый суд. Я оспариваю решение органов опеки в отказе назначить меня опекуном Бабковой Дашеньки и Бабковой Юрчики. Это дети моего мужа, Бабкова Станислава. Но матери у них... Не я являюсь их мамой. Ну, иначе вы бы не просили опекуна, это значит. Дело в том, что Станислав, он постоянно в разъездах. Он торговый представитель, ездит по всей России. Дом бывает очень редко. И детьми занимаюсь я. Я не работаю. И постоянно хожу с ними в поликлинику, естественно, я обращаюсь с ними. Детей нужно устраивать скоро в детский садик. А я юридически для них никто. Я боюсь, что какие-то органы зададут вопрос. А на каком основании вы ходите, обращаетесь с детьми куда-то? В тот же травмпункт не обратиться, если что-то случится. Станислав, вот, он приехал на суд. Сейчас он хорошо к детям относится, обеспечивает. Мы купили все для них необходимое. Органы опеки были у нас. Видели, что у нас все замечательно. Для детей своя комната оборудована. Мебель, еда, все хорошо. Да, есть акт обследования. Да. И почему они отказали, я не могу понять. Да. Акт обследования, жилищные условия. Да, они выглядят жилищными и здоровыми, жизнерадостными. Одеты в чистую одежду. Внешний вид соответствует геническим нормам. Социально адаптированное и активно. Жилье соответствует нормам безопасности. Питание организовано в соответствии с возрастной диетой. Соответствующий запас продуктов имеется. Преимущественно с женой отца. К ней привязаны. Квартира с высшей площадью 78 квадратных метров. Санитарное состояние хорошее. Имеются игрушки. Отец представляет на каждого ребенка ежемесячно сумму 20 тысяч рублей. При необходимости оплачивает крупные покупки. Обстоятельства, которые свидетельствуют о нарушении детских прав, причинении вреда жизни и здоровью детей, не обнаружено. Да, непонятно. Ну, что вы нам скажете? Уважаемый суд, здравствуйте. Я полностью поддерживаю Нину, свою жену. И прошу органа опеки отменить свое решение. И назначить ее временно на моих детей. Ну, теперь решение не от них зависит, а от меня. А что у вас там за документы? Здесь в доверенности. Если позволите, я могу рассказать историю, как все произошло и почему мы вообще пришли к вам с такой просьбой. Да, пожалуйста. Во-первых, сразу хочу сказать, что у Нины с моими детьми сложились прекрасные отношения. Мы настоящая семья. Мы любим друг друга, поддерживаем. А вышло так, что матери детей не могут и не хотят настоящей матери их воспитывать. По роду своей деятельности я езжу по разным городам. И так получилось, что когда я был в Архангельске, я познакомился с Верой, которая была студенткой, жила в общежитии. И мы какое-то время встречались. И через некоторое время она сказала, что у нее появилась от меня дочка. Я сразу же зарегистрировал ее на себя. Когда приезжал и находился в городе, я все время ее видел, переводил деньги, поддерживал ее. Она жила у родителей, но потом решила вернуться к учебе и сказала, что у нее нет возможности содержать ребенка и жить с ней в общежитии. Поэтому она написала мне доверенность, по которой я имею право распоряжаться от ее имени детьми. То есть вы забрали девочку? Естественно, она даже... Это не обсуждалось, потому что она встретилась со мной в парке и сказала, все, это твой ребенок, у него здесь ничего не получится, бери. И было все равно ей, насколько я понимаю, что вообще произойдет и как мы дальше будем. А вторая? Похожая история. Произошла в Екатеринбурге. Там тоже была у меня знакомая девушка, Анастасия, с которой мы тоже встречались, когда я там был. И потом я узнал, что у нее появился от меня сын. Да он, в принципе, у меня даже сомнений не было, что это мой ребенок, потому что он даже похож на меня. И, вы знаете, даже странно произошла такая же ситуация, как и с Верой. Потому что встречен я был с сцены ревности. Она актриса и тоже перемещается между городами, денег особо не зарабатывает. И, видимо, как-то они друг друг про друга узнали, может быть, по социальным сетям или еще как-то. Короче, устраивала такая же ситуация, когда сказала, что нету ее возможности ее воспитывать. Тоже написала доверенность. На тебе ребенок. Да, на тебе ребенок. Передайте доверенности, ваше честь, престол. Пожалуйста. Поэтому у меня есть семья, у меня есть жена. Куда мне было Дашу и Юру девать? Да. Ну, хорошо. А почему вы против-то? Вы сами расписываете жилищные условия прекрасные. Отец тут. Она мачеха. Дети к ней привязаны. Все сами пишете. Почему отказ-то? Да, мы это все сами пишем. Я подтверждаю, жилищные условия они создали детям очень хорошие. Там у них есть... И дети привязаны к ней. И зовут ее мамой. Мы не поэтому отказали. Там несколько другая ситуация. У нас существует наше законодательство. Органы опеки всегда действуют по законодательству. А по законодательству у детей есть папа и есть мама. Это люди молодые, здоровые, работоспособные. Никто из них не сидит, никто из них родительских прав не лишен. Когда мы попытались... И на каком основании при таком количестве родственников мы назначаем постороннего человека им опекуном? У нас нет отказа мам от детей. У нас этого ничего нет. К нам приходит тетя, которая говорит, а я хочу быть опекуном. А с какой, кстати? По нашему законодательству. С одной стороны. С другой стороны, она жена отца. Совершенно верно. Она имеет право даже на усыновление, если те матери бы не возражали по упрощенной процедуре. Эти документы прописаны у нас. Эти документов нет. Дети в нашей квартире прописаны на территории, где живет отец, где он прописан. Потом, мы, действительно, мы стали искать этих мам. Мы поняли, что мам нету. Мы их найти не смогли. У них нету постоянного собственности жилья, у них нет постоянной регистрации. Да я им звонил даже. Я им даже звонил, одна вообще к телефону не подходит, другая сказала, делайте, что хотите с моим ребенком. Они своих детей не содержат, они их алименты не платят никаким иным образом. Они в их жизни участие не принимают, никак их не поддерживают. Ну, лишайте их родительских прав. Совершенно правильно. От того, что они, в общем, отказались от воспитания своих детей, это основание для лишения их родительских прав. Но у них существует папа. Папа у них тоже работоспособный. Папа у нас все в порядке. Ну, папа живет, это жена папы. Но папа-то детей своих не воспитывает. Почему не воспитывает? Папа у нас постоянно в развездах. И папа их передал. Ну, то, что он редко бывает. Думаю, у нас миллион людей так работает. Ну, он работает так. Не говорите одновременно со мной, хорошо? Папа работает так. Но он содержит семью. Это так. Он от них не отказывается, он их содержит. Но дело все в том, что... Вот, 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 видите? Он муж этой женщины. Он ей не посторонний человек. Совершенно верно. Это все правильно. Я свою семью не бросаю. Я хочу создать семью новую. Я хочу, чтобы у детей была мама, папа, чтобы мы жили полноценной, счастливой жизнью. Вы поймите это. Вот. Но все дело все в том, что они перекидывают детей. Вот сначала дети жили с одной семьей, потом они жили с отцом где-то. Потом сейчас мамы передали папе, папа передал своей жене. Когда мы пытались выяснить, вот пройдет эти полгода. Хорошо, мы оформим опеку на полгода. Дальше через полгода будет что? Никто мне в ясного ответа не дал. Так нам и нужно вот эти вот полгода для того, чтобы подать на... для того, чтобы лишить родительских прав вот этих мамочек. И подать на усыновление. Это же очень много времени пройдет. Совершенно верно. Но дальше что будет? А дальше мы их планируем? У дочерей ты и у сыновей. А вот этого мне никто не говорил. Шаня их собирается у дочерей. А вы не спрашивали? У нас разговор шел о том, нам надо оформить опеку на полгода. Все. Зачем? Дальше куда детей этих перекинут? Ребенку нужна стабильность. Есть папа и его жена. Прописаны все в одном месте. Отец там же. Формально там же. Он отец и муж этой женщины. Они растят вместе детей. Он зарабатывает деньги, она воспитывает. Это нормально. А зачем тогда вообще им нужна эта опека? Потому что вот совершенно верно. Вот к вам прийти, еще куда-то пойти. Какой-нибудь детский сад и так далее. Доверенность пусть напишет. Но он... Доверенность. Какая доверенность? Распоряжаться детьми, распоряжение детей. А то, что доверенности, которые я предоставил, они не являются основанием для того, что... Я хочу вам сказать, что вот такие доверенности, это вообще... Ну, это да. Филькина грамота, да. Филькина грамота, понимаете? Абсолютно. Не знаю, как нотариусы их вообще удостоверяют. Потому что на самом деле нужно было пойти в суд и определить место жительства детей с отцом. А что такое доверенность? Не определено место жительства детей, нет. Абсолютно. Это какая-то... Это Филькина грамота. Поэтому вот когда вы мне говорите, чтобы он ей дал доверенность, это тоже Филькина грамота. Вот опять же, место жительства детей не определено. Почему не определено? Они фактически живут с отцом. Живут, да, и зарегистрированы там. Значит, определено. Значит, определено. Нет судебного решения и что-то. Спора нет. Если у них планы не на полгода, если она в дальнейшем действительно планирует этих детей усыновить, она хочет им стать мамой, тогда, значит, ей действительно это проще сделать, так как она жена. Тогда да, тогда мы дадим свое согласие на это. Но это именно, если это такое долгосрочное решение, что это если не 7-минутный. Вот, деточки, вот сейчас со мной. Дайте ей не на полгода опеку. Без срока действия. Ну, это упожолка. И мне не 20 лет, чтобы я перекидывала детей туда-сюда. У меня нет своих детей. Эти дети мне стали родными. Да нет, все так хорошо. Вы сами расписываете и отказываете. Мне даже как-то непонятно вашего родника. Нет, если она в дальнейшем хочет этих детей усыновить, что я не слышала, мне этого сказано не было, тогда совершенно другой вариант. Ну, хорошо, вам не было. Тогда мы будем выходить с инициативой о лишении родительских прав мам, и тогда будет уже следующий. Хорошо, мне все понятно. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех в сад. Далее в программе. Женщина решила установить отцовство бывшего однокурсника. Но почему она обратилась в суд спустя 12 лет после рождения сына? Кто настоящий отец мальчика, узнаем в суде. Заявление Бобкова и Нины Сергеевны об оспаривании решения органа опека об отказе назначения опекуном удовлетворить. Прошу садиться. Ну, я уже сказала, что мне непонятна позиция опеки в данном деле. Работа отца детей связана с постоянными командировками. Детей воспитывает его законная жена. Все абсолютно законно. Усыновить их она не может, так как у детей есть матери. Но для общения с социальными органами, с детским садом, с школой, поликлиникой ей нужно иметь официальные полномочия. И почему ей их не предоставить, я не понимаю. Это жизнь детям осложняет. Не только ей, но и детям. Однако, со своей стороны, хочу достателно рекомендовать и заявителю, и мужу, и опеке, кстати сказать, чтобы они не удовлетворялись вот этими псевдодоверенностями от этих матерей, кукушек. А хотя бы определили место жительства детей с отцом в судебном порядке или лишили родительских прав. Вы вправе выйти с этим иском сами. А лишение этих матерей, родительских прав, и дальше бы решали все по закону. Конечно, конечно. Ну, законно. Решение суда. Иск удовлетворить. Я рада, что наконец-то я стала опекуном, что у меня появится теперь больше прав. И подумаю о том, что действительно усыновить их детка. А я счастлив, что у моих детей наконец-то появилась настоящая заботливая мать. Мы будем выходить в суд с инициативой о лишении мам родительских прав. И я надеюсь, что в новой семье детям будет хорошо. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Кому хочет, тому же завещают. Я с этим все равно не согласна. Ну, вы согласны или не согласны, вы ничего не можете изменить. Если вы не можете вернуть свои деньги... Столько вложили в тебя. Сколько? Сколько вложили. Если благополучие ваших детей под угрозой... В любом случае, какая бы ни была ситуация, но детей бить нельзя, правильно же? Правильно. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. 191-я статья граждан. Не надо мне статьями-то, вы их читать не умеете. Это бесплатно. Истец требует установить отцовство, внести изменения в актовую запись об отцовстве и взыскать алименты от доходов ответчика. Ответчик иск не признает и утверждает, что не является отцом ребенка. Слушаемся. Ваша честь, я хочу установить отцовство Гришина Михаила Андреевича. Также я хочу внести изменения в актовую запись и обязать его платить алименты на нашего сына. Моему сыну 12 лет. И говорю, вот я взяла свидетельство о рождении. Так вышло, что на самом деле его отец не вот мой муж Коля, а наш однокурсник Миша Гриша. И ваш муж об этом знает и всегда знал? Сейчас я вам расскажу. Можно я все от начала докажу, чтобы была понятна вся эта наша прискорбная история. Но Миша был женат, поэтому мне пришлось выйти за Колю. Но мы поженились, сына сразу записали на мужа. Но Коля не знал, что биологический отец нашего сына Игоря Михаил. Мы вместе учились в институте, были друзьями, я, Коля и Миша. Мы вместе тусовались, ну как все студенты обычно проводят время. Миша, он рано женился, но все равно продолжал с нами общаться, тусить, веселиться. Но всегда, он всегда на меня смотрел просто с безумно влюбленными глазами. Мы еще когда поступали, он явно проявлял ко мне интерес. Но он был женат, так что, ну пожалуйста, как хочешь. Но в мае 2010 года мы, как всегда, все тусовались, ездили на озеро, жарили шашлыки. И Миша пришел без своей жены. Коля очень сильно веселился, отмечал, что мы сдали экзамен. Уснул, там под кустом лежал, я на него была зла. И в этот момент Михаил подошел ко мне и сказал, вот пойдем погуляем с тобой. Я согласилась. И, собственно, в этот жаркий майский день на берегу водоема, в камышах, у нас все случилось. Я в июне уже поняла, что я беременна. Я не стала Мише ничего говорить, хотя я была уверена, что ребенок от него, я прям чувствовала сердце. У него жена, он хотел, ну почему, кстати, женился на своей невесте, когда я ему еще очень нравилась. У него была просто идея фикса, он хотел, чтобы его невеста была богатой. Я из бедной семьи. Ну он как хотел, так он и сделал. Поэтому я решила, ничего не буду говорить, пусть он живет со своей женой, я не буду вмешиваться, портить ему его брак великолепный. Мне пришлось соврать Коле, у нас отношения тогда начинались, соврать, что вот ребенок от него. Мне было стыдно, конечно, но что я могла поделать, я тянуть ребенка одна не могла. Мы очень быстро поженились, все записали. Игорька 8 февраля 2011 года, вот у нас родился мальчик. Миша уехал в другой город со своей женой. Мы перестали общаться, перестали дружить, все, его не трогали. Ну вот сейчас недавно он вернулся в город, купил особняк, детей у них нет, денег зато полно, собственно, вот то счастье, какое он и хотел. А у нас с Колей сейчас, ну, безработные мы, какой-то период уже долгий, перебиваемся случайными заработками, я переживаю за Игоря. Ну, мальчик, он хочет хорошо одеваться, как-то там особенно питаться, хочет гаджеты, которые у всех, у всех ребят, я не могу, вот лично я не могу позволить это. Я решила, что все, пора признаться. Я поговорила с Колей, рассказала, что вот в тот злополучный май 2010 года я ему изменила. Мы не будем расставаться с Колей, не будем разводиться, я просто хочу, чтобы по закону... Вы хотите получать алименты? Хочу получать алименты, я не знаю, сколько он получает, я только знаю, что у них особняк, у него там автосалон, ресторан, то есть он не бедствует. Пусть на сына своего платят алименты, вот так я хочу. Поняла. Хорошо, слушаем ответчика. Ваша честь, ну, чушь собачья. Я не знаю, с кем Нинка в тот теплый летний вечер кувыркалась в камышах, но это точно был не я. Вы понимаете, на тот момент, когда якобы это все произошло, я уже минуточку полгода как был женат на самой красивой, на самой любимой женщине, которой я добивался год почти. Я не могу не спорить, что был женат. О чем вы говорите? Я свою жену люблю, и мне, конечно, жалко, что мальчик оказался вот в такой вот семье, где у нас происходят беспорядочные половые связи, извините, у его матери с отцом. Они сами не могут узнать. Че, сын, ну я здесь ни при чем. Понимаете? То есть вы уверены, что... Пусть она облазнотик Нинка достанет, она вообще не в моем вкусе, понимаете? Здравствуйте, ты под чем-то что в суд пришел? Пусть там сама разбирается, с кем она там кувыркалась в мае, в июне, в июле, в августе. Это вот у нас друг такой был. Меня это не касается. У меня, знаете, сколько уже проблем из-за этого возникло? Меня жена, конечно, уже грызет. Она со мной на грани развода, потому что я, значит, угулял, значит, ребенка откуда-то, тесть, извините, мне сейчас фитиль прикрутит. Он очень состоятельный человек. У меня проблемы огромные сейчас. А я вам сейчас расскажу, откуда ноги растут вот у всей этой ситуации. Да они просто отомстить мне хотят, то, что я с ними деньгами не поделился. Колян ко мне пришел недавно. Ну, вот вы слышали, они безработные по жизни. Приходят ко мне, говорят, о, Миша, работу потерял, но у меня есть отличный бизнес-план. Какие-то там смузи, фигузи делать. Я как посмотрел на этот бизнес-план, да это шляпа полнейшая. Ну, я ему деликатно сказал, Колян, извини, но денег не дам на эту фигню. Тогда он говорит, ну возьми, я дам работу в автосалон. Ну, вы сами знаете, смешивать как бы дружественные отношения рабочие, тем более между нами, говоря, человек, он как работник не очень. Ну, я не стал смешивать. Опять же, дал ему отворот-поворот. И вот после этого началось. Они решили мне отомстить, испортить жизнь. И им почти это удалось. Ваша честь, но к ребенку я никакого отношения не имею. Хорошо, а третье лицо у нас здесь. Ваша честь, а я считаю, практически уверен, что это не Мишкин сын. Вполне возможно, моя супруга ошибается, и это на самом деле Илюшка мой ребенок. Понимаете, дело заключается в том, что мы с супругой практически одновременно потеряли работу. Ее сократили из турагентства, меня уволили из компании, я работал менеджером по продажам. Поэтому сейчас перебиваемся временной работой, ну, на жизнь, конечно, не хватает. Здесь самое главное, это пока временно, конечно, но здесь самое главное, это алименты. Потому что, если окажется, что это его сын, почему я должен убиваться ради чужого ребенка? Пусть общаются, я не против, за ради Бога. Но если это его ребенок, пусть его и содержат. Хотя для меня, конечно, будет большим ударом, если окажется, что это не мой сын. Вы 12 лет растите его как своего, вам что, безразлично чею? Безусловно, мне не безразлично. Просто дело в том, что я знал об их отношениях, и Нинка моя ему всегда нравилась. Вот, и мне она в том числе, жена, признавалась, что забеременела после секса с ним. Ну, то она вам сейчас призналась, как она рассказывает, а не тогда. Тогда же она вам не признавалась. Что у вас за документы? Это свидетельство о рождении? Свидетельство о рождении. Угу. Ну что, экспертизу будем смотреть, да? Так, вероятность отцовства Гришина Михаила Андреевича в отношении Звягина Игоря Николаевича составляет 99,1,3,5, ну, в общем, в периоде. Понятно? Как это его сын? Ты же сказала, что мы хотели только напугать его. Коль, я не знаю, как это такое. Я не знаю, как это такое, вы хотели только напугать его. Я не знаю, как это вообще может быть. Я не помню, Коль. Господи, а что он тебе говорит? Так вы просто пришли суду и ответчику голову морочить? Нет, мы пришли... Нет, вы пришли судя по тому, что вы сейчас говорите, я не помню. А ваш муж вообще, у него вон глаза на лбу. Ваша честь, мы действительно пришли подпортить кровь нашего большего друга. Мы хотели отомстить, потому что наш бывший друг нам не помог. Ну, потому что оказалось, что друг хуже, чем враг. Ну, раз так получилось, раз, Игорь, действительно мой сын... Значит, хотели отомстить, отомстить, это ваш сын. Я его возьму на воспитание. Сейчас, еще, сейчас. Да вы нищеброды. Дурачок местный. Да вы нищеброды, а у меня все условия есть. Мы с женой давно уже ребеночка хотим. Конечно, нашел свою великолепную жену, потому что она была богат. Господи, хоть что будет, я не знаю, что делать, зачем? Так, если у меня есть сын, так мы возьмем его тогда. Ну, насчет взять, это... Мы завтра приедем знакомиться с Игорем. Так, сейчас приедет к нам. Отвечу, насчет взять, это уже другой процесс. Это опека будет обследовать, решать, будет другой суд. На сегодняшний день, конечно, вы можете договориться и прийти познакомиться с сыном. А что вы можете? Вы пришли в суд, отцовство установили. Почему вы отцу должны препятствовать? Я тоже не буду собирать никого отдавать. Я ничего не отдам никому. А что вы теперь, вы не можете теперь препятствовать? Теперь, если вы будете препятствовать, он через суд установит свой порядок. Нет, он никогда не воспитывал своего сына. Слушай, слушай, я не знаю, что... Я по возвращению к нему не делал 12 лет. Ваша честь, а можно как-то, я не знаю, еще раз сделать тесты, чтобы... Устроимся официально на работу, ребенку закупим. Коля, я тебе клянусь, я не помню, чтобы такого было, но я... Дома поговорим. Ну вы посмотрите на них, это же кукушки какие-то вообще. Они сами не знают, что... Да ты на себя посмотришь, идиотик. Дружили мы с тобой, пока на тебя тучились. Слина, ты не получишь. Но вы тоже утверждали, что между вами ничего не было? Ну, знаете, это было 13 лет назад, это было темно. Ну, то есть вы все запамятовали, она запамятовала. Это были камыши, я думал, что я, может быть, там в камышах с женой с твоей был. Господи, Коля, я не знаю, ну давай с тобой... Все клоуны, все клоуны просто, невозможно. Я человек серьезный, я не могу спорить с результатами экспертизы. Да ты понятно, что я серьезный с твоей женой, ребенка ты не получишь. Ребенка мы тебе не отдадим, даже не рассчитываем. Да, у нас судьба наказала, действительно, никогда не надо мстить. Мы тебе пришли отомстить, и вот так вот вышло. Бред какой-то. Так я с чего-то не связывались. Значит так, объясняю и сам. Чтоб в камышах, не сейчас. Объясняю и сам. Объясняю. По моей, так сказать, доброте душевной объясняю. Потому что могу не объяснять, можете просто в суде встретиться. Вы не имеете права препятствовать отцу в общении с ребенком. Если будете препятствовать, будете снова новые суды будут, и все, будете нести расходы. Судебные сдержки, потому что он подаст в суд в начале о порядке общения, а не будете выполнять о передаче ему ребенка на воспитание. Так что договаривайтесь лучше мирно. Это я вам по доброте душевной советую. Но забрать он не может. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Из Звягиной Нины Анатольевны об установлении отцовства, вынесении изменений в актовую запись, об отцовстве и изыскании алиментов в размере одной четверти от дохода ответчика удовлетворить. К ее неудовольствию. Прошу садиться. Естественно, установив у отцовство, СУЗ изыскивает с него алименты в размере, предусмотренном 81 статьей Семейного кодекса Российской Федерации, то есть в размере одной четверти от всех его доходов. Но, получив родительские обязанности в виде алиментов, он получает и родительские права. Он имеет право участвовать в полной мере в воспитании ребенка. И вы не вправе ему в этом препятствовать. Не вправе. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Зачем мы вообще сюда поперлись? Послушал дуру. Мы еще раз делаем тест, а сына ему не отдадим. Нет, ну эти два клоуна, это, конечно, что-то с чем-то. А то, что у меня теперь есть сын, это уже серьезнее. Если родители разучились любить... Оставь меня, пожалуйста, в покое! Нашего ребенка оставь! В их доме не звучит детский смех. Я никуда не поеду с этой женщиной. Прошу оставить меня в детдоме. Судья Алиса Турова не пощадит взрослых ради счастья детей. Вот вы хотели алименты, вы их получили. А теперь я буду вас выселять. Дела судебные. Битва за будущее. Каждый будний день. На нашем телеканале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова